Ну, понятно же, правда, что Мстители – это образы для самоидентификации. Это некая модель того, как человек выходит из толпы. Если выходит, конечно. Ну, и вдумайтесь сами, а кто? Есть такие люди, которые в детстве не мечтали быть супергероиней, героями, супергероинями, королями, принцессами, волшебниками, магами. Мы же врём, когда сами себе в этом не признаёмся. И вот тут есть ужасный вопрос. Вопрос этот поставит Танос, главный злодей фильма. Он такой неторопливый и мудрый. Он, собственно говоря, выступает в качестве благодителя человечества и никак не может понять, почему же та половина человечества, которая осталась, считает его злодеем. Ведь он проведил мир, тем самым, естественно, увеличив возможности для оставшейся половины человечества. Что произошло? Произошло то, что произошло после Второй мировой войны с человечеством. Ну вот вы вдумайтесь. Практически мы были прорежены наполовину. Практически, ну практически были уничтожены те самые евреи, которых так ненавидела. Собственно, и европейская, и российская половина человечества. Я имею в виду знаменитый, здоровый русский антисемитизм. И почему-то никто, или, по крайней мере, подавляющее большинство человечества, не считает это никаким благодеянием. Ну а дальше, вот эти последние, скажем, 75 лет, мы живем настолько спокойно, насколько это вообще возможно. Ну, нет, понятно, что есть локальные конфликты, понятно, что там спокойно живут не все, понятно, что мы не обсуждаем Африку. Я поэтому сознательно говорю, скажем так, половина человечества. Итак, подавляющее большинство людей хочет быть супергероями, но скрывает это. А что делать супергерою в мирное время? Нет, ну правда. Я втайне чувствую себя супергероем. Понимаю, что если я, я же разумный человек, я понимаю, что если я высунусь со своим супергероизмом, меня дадут по соплям, поэтому я прикидываюсь нормальным, спокойным, человеком толпы. На самом деле, в этой толпе вместе с потребительской цивилизацией наступает мода выделяться. Выделяться вечно во что-то, я бы сказал, супергероическое. И вот наступают спокойные времена. Ну и в нашей стране, и не только в нашей стране, это времена порядка. Все стремятся к порядку, к уважению друг к другу. И что делать такому количеству супергероев, хочу я спросить, в мирное время. Как человеку доказывать значимость? Я вообще, если честно, очень не люблю ни праздник 9 мая. Есть какие-то и у меня в семье. Люди, которых я вспоминал, вспоминаю и буду вспоминать. Я очень не люблю этих парадов и праздничных топов. Как многие. Я, конечно, далеко не один такой. Я просто хочу сказать, что я в связи с этими размышлениями очень остро реагирую на лозунги «Мы это повторим». Не очень верю в повтор. Почему? Потому что, к сожалению, праздник этот провоцирует вот этот самый супергероизм. И если при этом там, не знаю, где-нибудь в Украине на улицу выходят люди, которые поддерживают нацизм, то, как мне кажется, они не поддерживают нацизм. Это все разные формы супергероизма. Ну, правда. А как? Вот как? Да? Без войны. Почему я с опаской к этому отношусь? Ну, потому что для меня все это знаки нарастания агрессии. Вот этот самый, когда главным лозунгом является порядок, неизвестно ради чего, то он все время работает на подавление разных всяких проявлений себя. И супергероизм начинает проявляться там в экстремальном спорте без всякого навыка. Я не профессиональный экстремальный спорт имею в виду. А вот для того, чтобы строить самолеты, подводные лодки, книги писать, не знаю, да, там, создавать что-то, то есть огромная проблема. Все это занудный, кропотливый, требующий концентрации внимания и некоторого внутреннего спокойствия труд. Более того, это труд огромного коллектива, который как-то не может состоять из супергероев, потому что тогда на производстве этих самых самолетов или подводных лодок у нас будут драки, как в фильме, в двух последних фильмах Марвел, в «Войне бесконечности» и в «Финале». Драки, пьянки и вообще супергерои, они же для боя созданы. Очень трудно один винтик к другому подгонять, на конвейере работать, понимать, что неправильно подогнав винтик, ты губишь людей, которые полетят на этом самолете, или труд всех остальных людей. Вот для того, чтобы это считалось героизмом, это требует потока пропаганды, который был в Советском Союзе, и, конечно, коллективизм тогда побеждал героизм. И, конечно, поэтому наше старшее поколение не понимает, за что можно любить комиксы Марвел и фильмы. Для того, чтобы стать командой, супергероям надо унизиться. Что произошло в фильме «Мстители. Война бесконечности»? Ну, вожди один за другим промахнулись. И тогда, потеряв кого-то, пройдя через смерть, они начинают помогать друг другу. Как-то более сплоченно и более искренне. Видите, самое страшное, что Танос оказывается прав. Людям нужно полюбить смерть. Он действует ради любви к смерти. Сопли на протяжении первого часа огромного трехчасового фильма. Они, видимо, связаны с тем, что все они должны быть благодарны Таносу и смерти. Потому что они очеловечиваются, вспомнив о ней. Беда нарастания агрессии и беда праздника 9 мая, она заключается в том, что во всех этих лозунгах и в военном действии есть некое отсутствие уважения к смерти. Как бы мы забываем про смерть и говорим, сейчас мы супергерои своим супергероическим железным кулаком отразим любое нападение, опять возьмем Берлин. Мы такие. И во всем этом как-то забываются те практически 30 миллионов, которых не стало в Великую Отечественную войну. Как-то забываются везде. В Украине, в Белоруссии, в России. Забываются, когда мы опять возьмем Берлин, сколько при этом погибнет людей. В этом фильме есть тайное послание и принадлежит оно Таносу. Помни о смерти, люби смерть, страшненькое послание, но в конечном итоге именно оно заставляет супергероев в этом фильме действовать. Мысль о смерти заставляет работать, что-то успевать, что-то говорить, кому-то помогать, совершать открытия. И грозный Танос в сказочке, в такой боевиковой сказочке, как-то очень здорово напоминает об этом. Если ты в себе это самое супергеройство осознаешь и понимаешь, что ты не супергерой, а можешь помереть, как супергерой Сергей Даренко, то как-то все становится на свои места и как-то складывается, ты начинаешь работать. Нужно как-то сделать так, чтобы супергеройство свое, помня о смерти, мы реализовывали не только пялясь в экран с изображением супергероев, погружаясь в собственные инфантильные мечты. Иначе, правда, ну правда, мы, о чем, собственно, и фильм, не минуемо придем к войне, в которой с древнейших времен этот самый свой супергероизм можно как-то проявить. Если не будем помнить снова о том, сколько вокруг поляжет родных и любимых, Танос ясно сказал, половина.